Всем привет! У нас уже день-другой, помыла голову, сейчас она сохнет, потому что у меня по плану выехать за город. Бабушку мы взяли с собой, вчера были в Лисичанске, мы сразу ехали в Лисичанск, забрали, я уже рассказывала, я уже немножко запуталась. И что нас тут ждёт дома? Бабушка нажарила пирожочков. Вот, знаете, такая романтик, смотрю фильмец и лакомлюсь, супер, пирожки со сметанкой, ну, согласитесь, да, что может быть вкуснее бабушкиных пирожков, только бабушкины пирожки, знаете, так, всё по-настоящему, дома, в своей комнате, с пирожками, супер, классно. Сейчас бабушка дожать, ну, мы тут тоже стирка немножко, тоже бабушкины вещи взяли, чтобы постирать, да, скажи, кузняшки, чуть-чуть постирались, чуть-чуть помылись, голова сейчас досохнет, приведу себя в порядок, и с бабушкой, наверное, тогда проедемся, ну, так, чтобы не сама, потому что со мной немножечко, а вы дома побудете, вы дома побудете, сама немножечко, ну, так, не очень, да. Будешь пирожок, да? Так что, всем приятного аппетита, да, скажи? Да? Вкусненько. М-м-м. М-м. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 тоже, я считаю, это немножко глупо, вот, съездили мы в ближайшую деревню, не буду называть какую, те, кто знает, все знают, все нормально, все хорошо, ехали, правда, мимо леса, немножко побакивала, так, знаете, напряженно, я бы сказала, но ничего, все нормально, но самое страшное и тяжелое, наверное, это то, что ты видишь слезы стариков, которые остались одни, да, и когда ты приезжаешь, ты даешь им вот эту надежду, они как воздух тебя глотают в надежде, что очень скоро они увидят своих детей, детей, внуков, а время идет очень сложно, очень сложно видеть их слезы, и сложно мне в том числе давать им надежду, и, знаете, иногда думаешь, может быть лучше, когда вот так вот, знаете, в затяжном состоянии они живут, и верят, и ждут, не знаю, не нарушать вот эту тоску, что ли, потому что иногда мне кажется, что я нарушаю этот длительный период ожидания, будоражу их, естественно, эмоционально, они выбиваются, наверное, да, мне от этого тоже очень больно, потому что, ну, знаете, очень страшно видеть слезы стариков, да, и при этом ты понимаешь, что ты ничем им помочь не можешь, вот, так что мы съездили с мамой, с Димасом, проведали, сложно, сложно, опять меня потянуло на слезы, на эмоции, конечно, очень тяжело мне это дается, иногда хочется просто молчать и ничего не говорить, переваривать это в себе, переживать, вот, вот, кстати, сейчас выезжала из дома, розочки я вам показывала, там как раз начали косить траву, вот эту вот заросшую вокруг розочек, и прям так, ох, вообще сегодня очень такой шумный день, я бы даже сказала, да, идет процесс там возле школы, вот этих балконов тоже их, ну, я не знаю, как это сказать, да, вы поняли, обворачивают их, да, делают обшивку, вот, процесс идет, это, конечно, радует, но, конечно, нам хочется, чтобы все было больше, лучше, быстрее, но, к сожалению, вчера весь день практически шел дождь, никуда не выходили, с утра пытались отвезти маму домой, но у нас это не получилось, забрать позавчера получилось, а вчера отвезти не получилось, потому что нас не пустили в Лисичанск без прописки, все, сказали, пусть мама идет, вот, мы ее сейчас посадим в машину, вот, поэтому мы не попали, не попали, ну, слава богу, что то, что можно было, я выгрузила ей, конечно, когда забирала, но, слава богу, нашлись люди, которые подхватили, и нам там недалеко завезли, я думаю, домой, потому что я, на самом деле, об этом даже узнать не могу, потому что связи нет, она мне позвонить не может, и, знаете, вот это жить в неведении, непонимании, то есть, добралась она домой, не добралась, как, что, и это, вот, наверное, самое страшное, самое тяжелое, потому что, ой, Машка, вот, пошла гулять вчера, дождь начался, Машки нет, и чего, и как, никуда не позвонишь, хоть иди, вот, обради по городу в поисках, нет, ну, она, конечно, обозначила места, в каких она будет гулять, но, знаете, все равно это такое не очень, не очень приятно, но, ничего, пришла, все нормально, тоже немножко промокла, но они там сидели, конечно, в палатке, ну, не в палатке, там, в укрытии, скажем так, то есть, не под дождем, но вчера прям дождь такой хороший пустился, как раз розы польет тоже, все деревья польет, сегодня мы уже уезжаем, в принципе, сегодня лужи, ну, как, относительно подсохло, но не сильно, вот, так что, вот такие дела. Вот, лебедей проведали, немножечко по городу прошлись, в Маличанске чуть-чуть тоже побыли, совсем чуть-чуть, почему-то, к сожалению, вот такая сейчас ситуация, очень печально, потому что, мало того, что нет связи, да, то есть, ты не можешь связаться, договориться, чтобы там вышла мама или там, ну, я не знаю, что-то вот в таком формате, как-то о чем-то договориться, когда ее ждать, когда, чтобы она, может быть, сама как-то выехала, вот, и сам ты приехать не можешь, и связи здесь нет, и чего с этим делать, я не знаю, очень сложно это все, конечно, но людей побольше стало, я вам хочу сказать, вот, пока мы ехали через Луганск, такие пробки, ребята, я за все время своего пребывания в Луганске таких пробок не видела, честно. Ну, они, в первую очередь, образуются потому, что делают дороги, причем делают основательно-капитально, но мне непонятно, почему они их не делают ночью, когда нет такой нагрузки на дорогу, а все это делается вот в часы пик, вот, поэтому, ну, пробки прям, и, знаете, культура вождения все-таки отличается, и это тоже играет свою роль, вот, ну, ничего, пробились, проехали, но, вот, взять буквально полгода назад Луганск, он был более пустынным, чем сейчас, сейчас вообще машина на машине, и прорваться, пробиться очень-очень сложно, вот, ну, в городе тоже немножко побольше, и народу, и машин, вот, я не буду ездить, показывать, снимать, я не журналист, чтобы этим заниматься, я живу своей жизнью, показываю то, как есть, то, что меня окружает, вот, вот, ну, если что-то попадает, хорошо, да, попросили проведать, вот, мужчину, там, еще одного, да, вот, попросили проведать, у кого нет совсем никакой связи, никакого доступа, вот, и когда человек остается один, конечно, это очень тяжело, и ты переживаешь, особенно, когда он в возрасте, и, ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, вот, а в остальном процесс идет, что-то делается, не везде, но делается, хотелось бы, конечно, да, больше и лучше, но, что еду сейчас к деткам, вот, и будем собираться ехать. Бурьян убирают, красоту наводят, весь Гордейский шумит, гудит, розочки красивыми будут, да, вот, там все, ах, красота! Ну, что, мы уже собрались, Маша там пошла с друзьями попрощаться, да, Дим, скажи? Сейчас на массад уже пристенем, и все, и поедем. Как-то в этот раз, да, как-то в этот раз особо грустно, не знаю, почему. Ах, грустно уезжать из дома. Ну, что ж, завтра на работу. Возвращаемся, и снова возвращаемся из дома. Возвращаемся, и снова возвращаемся из дома. Продолжение следует...